Нам в Лишку варится огромное количество заявок на то, чтобы проходить индивидуальное обучение, на то, чтобы проходить продвинутое обучение. И эти направления мы запустим, я думаю, что с сентября месяца, буквально с первых чисел сентября, когда сайт выйдет из бета-версии, а сайт сейчас находится в бета-версии, мы запустим обучение. Чему же вы сможете научиться во время обучения? Я поглядываю в чат и вижу, что какие-то проблемы, какие-то люди пишут проблемы со звуком, в сути потому, что кто-то говорит, что есть картинка, кто-то говорит, что нет картинки. Значит так, друзья, еще раз, если у кого-то есть и картинка, если у кого-то есть и звук, значит с вебинаром все в порядке, и это проблема именно в вашем браузере. Так вот, все, не отвлекаемся на лишние вещи. По поводу обучения. Наверняка многие из вас подписаны или вам не раз предлагали, допустим, такие вещи, как приобретение сигналов или информация о том, какие монеты стоит покупать, а какие монеты не стоят. И для людей, которые в этом не очень хорошо ориентируются, не очень хорошо себя чувствуют, единственной путеводной звездой по отличию качественных монет от некачественных является именно получение сигналов и покупка сигналов от профессионалов. То есть как вложить то, что принесет заработок, а как не вкладывать то, что может подвести. Как вовремя выйти из монеты, как вовремя войти в монеты, как смотреть информацию, как отличать, на каких новостях монета растет, а на каких падает, и где эти новости брать, где брать закрытую, я подчеркиваю, закрытую инсайдерскую информацию по торговле монетами. Вот эти все вещи мы будем в рамках фундаментального анализа на уроках академии с теми людьми, которые запишутся на обучение, мы будем разбирать. Это первое. То есть вы сможете без необходимости прибегания к каким-то специализированным услугам, дополнительным сервисам, к помощи людей, вы сами сможете разбираться в этом рынке и отличать, что же брать стоит, а что брать не стоит, и какую прибыль это все может привести. Это первое направление. Но, естественно, многих из вас, помимо просто анализа монеты и понимания, что она принесет прибыль в какой-то перспективе, не знаю, месяца, года, полугода, многим из вас захочется и хочется прибыль извлекать уже прямо сейчас. То есть открыть ноутбук, открыть биржу, выставить какие-то, может быть, ордера на покупку, выставить какие-то ордера на продажу и заработать прямо конкретно сейчас на конкретных колебаниях рынка. И очень многие из вас в курсе, что какие-то классические приемы, которые применяются на валютных рынках, которые применяются на рынках акций, которые на рынках облигаций работают, они не работают в криптовалюте. Они не работают в торговле на криптовалютных биржах. Так вот, благодаря тому опыту, который мы накопили за этот год, благодаря тому опыту, который накопнет за годы работы трейдеров, которые сейчас трудятся в компании, и учредители, основатели компании, мы разработали свою собственную систему, систему торговли на криптовалютных биржах, которая позволит вам не только в долгосрочной перспективе зарабатывать деньги, но и иметь конкретные алгоритмы, конкретные схемы, как зарабатывать на криптовалютных биржах здесь и сейчас. И вот этому мы будем учить, мы будем учить этого как на групповых продвинутых курсах, так и на индивидуальных занятиях. Что касается вообще индивидуальных занятий, я вам рекомендую на них особо обратить внимание, потому что на индивидуальном обучении за каждым человеком будет лично закрепляться один из тренеров академии, которому ставится очень простая задача, элементарная задача, вывести человека на результат, чтобы вы, неважно на каком уровне знания сейчас находитесь, неважно на каком уровне понимания рынка вы сейчас находитесь, чтобы вы спустя какое-то, для кого-то этот промежуток времени будет чуть больше, кого-то чуть меньше, чтобы вы смогли выйти на результат, которому вас научат тренеры, и будут вести уже всю вашу сознательную, осознанную дальнейшую крипто-жизнь. Это то, что касается будущих стадий обучения, которые запустятся, повторяюсь, в сентябре, а сейчас, возвращаясь уже к текущему уроку, я напоминаю, что текущий урок, он вводный. То есть, если люди, те из вас, которые находятся на рынке уже какое-то время, если вы хорошо ориентируетесь в рынке криптовалют, то, друзья, вероятно, каких-то откровений, каких-то новшеств вы сегодня для себя не услышите. А может и услышите, узнаем. Например, очень будет хороший блог про блокчейн, который вещи очень многие не знают. Так вот, этот урок вводный, тестовый, как его назвали, он потому и является бесплатным, потому что он рассчитан на новичков. То есть, те люди, которые работают в интернете, они достаточно хорошо себя чувствуют в информационных потоках. То есть, мы с вами читаем статьи, смотрим, лазим по чатам, по форумам, сами ищем информацию. А люди, которые достаточно плохо работают с компьютером, люди, особенно в возрасте, которых нет понимания, как вообще, с какого конца взяться за эту индустрию, которые слышали это слово биткоин или блокчейн из радио, и бешеные деньги, которые на этом зарабатываются, люди, которые хотят разобраться с нуля, с азов, а что же это такое, вот именно для них и устраивается наше бесплатное обучение. Они будут проходить регулярно, они будут проходить сначала, я думаю, каждую неделю, потом несколько раз в неделю, они будут проходить, естественно, на разных языках, потому что у Академии уже сейчас есть партнеры и в Европе, и в Азии, и они будут на английском проводить обучение, и на немецком. То есть, вы сможете просто приглашать своих друзей, приглашать своих партнеров для того, чтобы они из первых рук познакомились с основами этого огромного рынка, знали, как он создан, знали, как на нем работать, как себя на нем чувствовать, и уже более уверенно смотрели в завтрашний день. Итак, надеюсь, цель сегодняшнего мероприятия понятна. Цель у нас не презентационная, цель сугубо образовательная, то есть мы здесь не рассказываем, какая замечательная Академия, какие проценты мы должны здесь заработать. Наша задача – научить вас в красивой, правильной, доступной форме, как ориентироваться на этом рынке. Итак, друзья, я с огромным удовольствием приглашаю сейчас к камере, к микрофону нашего тренера Александра, одного из первых, Сергея Ельвира, и он вам сейчас даст этот урок. Всем привет! Если меня нормально слышно, плюсики поставьте. Очень хорошо. Мне выпала честь и ответственность провести первый вводный вебинар, поэтому приступим. Что тянуть? Я сейчас вам расскажу вебинар по теме, по программе обучения первого уровня нашей Академии. Прежде чем лезть в гебри каких-то блокчейнов, сделаем небольшой экскурс в историю. Долгое время человечество вообще осознанно шло к централизованной системе управления капиталами и активами. Но люди понимали, что в одиночку им не выжить, поэтому все, как обычно, передавали функции сбережения различным институтам, людям, что впоследствии переродилось в управление государствами, банками, какие-то либо частные или государственные компании. И вот в этот момент система, которая должна была всего лишь помогать людям, плавно превратилась в добровольное рабство. Потому что почти все, чем мы сейчас владеем, по сути, принадлежит не нам. Да, наши вклады в банки, наши, но только до тех пор, пока этот банк работает. Точно так же и доли, и акции в компаниях принадлежат нам лишь до тех пор, пока более умные и юридически организованные лица не придумают схемы, чтобы размыть или отнять наше владение. И, по сути, даже недвижимость, которая нам принадлежит, тоже легко может перестать быть нашей, если государству вдруг понадобится территория, где мы живем. Ну и, помимо этого, есть море других нахлебников и различных структур, которые позволяют заработать на этом процессе. И это если мы еще не обращаем внимания на различные регулярные кризисы в финансовом секторе, как якобы средства оздоровления или контроля за инфляцией, которая на самом деле была, как правило, искусственно создана для тех или иных целей. По общим оценкам, если найти либо источники в интернете, либо просто посмотреть экономические различные обзоры и сайты, можно увидеть, что все добытое серебро на сейчас стоит приблизительно 14 миллиардов. Состояние богатейших людей, по данным 2016 года, приблизительно 79 миллиардов. Ну и как вы можете видеть в этой сравнительной табличке золото где-то 7,8 миллиарда долларов. А вот все остальное, по сути, все банкноты, какие-то депозиты, акции и в том числе денежная масса, которая на сейчас составляет более 80 триллионов долларов, по сути, это бумага. Вот на данный момент стоимость всех добытых биткоинов и рассчитанных, она составляет приблизительно 5 миллиардов долларов. Это для того, чтобы примерно понимать оценку объемов, сколько денег вращается в драгоценных металлах и акциях, бумагах, кредитах, депозитах и остальной финансовой системе. Как, если кто изучал экономику, ну, либо вникал в суть всех финансо-экономических проблем, можно будет на самом деле увидеть, что все крупные финансисты, все крупные теоретики, экономисты и даже скорее не практики говорят о том, что экономические кризисы это средство оздоровления экономики. Но это средство оздоровления глобальной экономики. Потому что на каждом конкретном человеке как правило все эти кризисы проходят немножко по-другому. Ну, все помнят из недавнего тот самый кризис 2008 года, который начался с банкротства Лехманн Бразерс. и когда рухнули все акции, банкротство и санация этого банка потянули за собой как доминины еще ряд банков. и последствия этого кризиса на самом деле до сих пор не преодолены. То есть все до сих пор вспоминают, что был такой Лехманн Бразер, что каким образом это все потом пытались выровнять, привести в равновесие. А сейчас постоянно вы можете слышать, что 13-й год какое-то подобие кризиса и дальше при любых возникающих проблемах правительство и государство готовы объявить, что у нас опять кризис, держите карманы ваши похудевшие. но вот в этот самый момент когда все говорят, что у нас кругом кризис и все плохо и появляется биткоин. По сути биткоин это самая регулируемая криптовалюта, которая поддерживается такими же людьми, как и мы, но их верой в систему, именно верой в эту монету, но она при этом не принадлежит и не подчиняется никакому человеческому закону, юридическому, кроме того кода, на котором он написан. Поэтому биткоин, ну имеется ввиду биткоин вообще в лице всех криптовалюты, как представитель. На сегодняшний день это единственный актив, владея которым, ну ты реально его владеешь. То есть забрать его конечно возможно, но это будет не каким-то указом или закрытием заведения, банка или счета. Это только какие-то уголовные преступления. Ну если среди людей есть какие-то экономисты или люди интересующиеся вообще в курсе чем вообще обеспечивается традиционная валюта. Ну в чат если кто хочет, кто знает может попробовать написать? То есть какими? Правильно. В основном изначально вся валюта была обеспечена золотом, но это только самое начало печати денег. После того, как его стало просто не хватать, государства получили возможность допечатывать столько денег сколько им нужно. Вот отличие биткоина отличие биткоина как раз в том, что все это время вы посмотрите на график роста. То есть да, у него были успехи в течение жизни были провалы, но стоимость биткоина по сути на сейчас только растет. Ну давайте теперь посмотрим фактически основы работы самого блокчейна. Что это? История возникновения совершенно краткая. Не буду углубляться совсем далеко, потому что думаю, что это не очень кому интересно. Вообще биткоин система является прорывом в области компьютеров наук. По идее это все основано на изучении криптографии которое началось более 40 лет назад. Еще в отсутствии компьютеров над криптографией уже начали работать. Но сейчас мы пришли как раз к биткоину как к системе. В 83 году двое ученых предложили первые протоколы электронной наличности. В мае 97 года ученый Адам Бак для противодействия отправки спама и ДОС атакам предложил алгоритм хэш-кэш основанный на системе доказательства выполнения работы. Впоследствии подобная система в другой реализации стала частью процедуры создания новых блоков в базе основанной как раз на биткоине. Идею криптовалюты B-money описал в 98 году Wayday в рассылке шифропанков которые конечно же интересовались подобными валютами и способами оплаты как противодействию против существующей системы. независимо от Wayday примерно в то же время аналогичные идеи предложил Ник Сабо для Bitgold. В том числе Ник Сабо предложил модель рыночного механизма основанного на управлении инфляцией и исследовал некоторые аспекты выявления надежной информации в ненадежной децентрализованной системе. То есть это так называемая задача византийских генералов. Что вкратце это означает возможность принятия решения в условиях когда есть грубо говоря несколько генералов равного ранга но при этом нужно все равно принять какое-то единое решение вот это и является решением этой задачи является принятие консенсуса в нашей ненадежной децентрализованной системе позднее хелфи реализовал связку цепочек хэшблоков для изобретенной системы хэшкэш на базе специально разработанного чипа для шифрования которую сделала фирма IBM в рамках специально разработанной спецификации и кстати хелфи стал вторым участником сети биткоин значит что такое блокчейн прямой перевод слово блокчейн означает цепочка блоков то есть выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков содержащих информацию в блокчейне для того чтобы транзакция то есть передача данных считалась достоверной подтвержденной ее формат и подпись должны проверить а затем собрать группу транзакций и записать ее в специальную структуру блок информацию о блоках можно быстро перепроверить но при этом нельзя очень быстро рассчитать то есть каждый блок всегда содержит информацию о предыдущем блоке таким образом для проверки истинности текущего блока используется всегда информация взятая из предыдущего блока таким образом каждый последующий блок опирается на предыдущий рассчитанный все блоки при этом можно выстроить в одну цепочку которая содержит информацию обо всех совершенных когда-либо операциях в этой базе и единственное есть исключение самый первый блок в цепочке который обзывается genesis блок он рассматривается как отдельный случай но потому что у него отсутствует родительский блок с него начинается вся система блокчейн данной криптовалюты блоки одновременно формируются множеством так называемых майнеров майнеры это компьютеры которые производят расчеты удовлетворяющие критериям блоки отправляются в сеть включаясь в распределенную базу блоков конечно же постоянно возникают ситуации когда несколько новых блоков в разных частях распределенной сети называют предыдущий мотивный тот же блок то есть конечно же разные майнеры начинают расчет текущего блока и ведут его одновременно параллельно но конечно для того чтобы принять решение какой именно блок записать в дальнейшем в базу есть решение специально это решение основано на следующем из-за того что разные майнеры обладают разной мощностью разной разными техническими возможностями разными возможностями подключения к сети возможно перерывы связи перерывы с интернетом еще какие-то различные ситуации цепочки блоков как раз могут ветвиться так вот когда растут вот эти различные ветви блокчейна а потом они все соединяются в один майнеры начинают считать главной цепочку с учетом уровня сложности и длины цепочки то есть если длины цепочек разные то в систему записывается самая длинная цепочка потому что на нее потрачено максимальное количество работы если цепочки равны по длине и у них одинаковая сложность то предпочтение отдается той цепочке блок который появился раньше и тогда все остальные транзакции которые вошли только лишь в отвергнутую ветку то есть их нету во всех рассчитанных блоках они теряют статус подтвержденных соответственно просто пропадают распределенная база данных блокчейн она в результате будет выглядеть как непрерывно растущая цепочка блоков с записями обо всех транзакциях и копии базы или ее части одновременно хранятся на множестве компьютеров и синхронизируются согласно формальным правилам построения цепочки блоков вообще информация в блоках не шифрована в общем виде и доступна в открытом виде но отсутствие изменений удостоверяется криптографически через хэш цепочки помимо значит общего расчета требованием к хэш блокам отвечает специальный параметр который называется сложность так как вычислительные мощности сети не постоянны то этот параметр потом пересчитывается клиентами в биткоине сейчас каждые 2016 блоков таким образом чтобы поддерживать среднюю скорость формирования примерно 2016 блоков в 2 недели таким образом один блок создается приблизительно раз в 10 минут на практике когда вычислительная мощность сети растет соответствующие временные промежутки становятся короче а когда снижаются длиннее таким образом при общем увеличении мощности сети для того чтобы избежать ситуации мгновенного расчета блока в системе предусмотрено постоянное увеличение сложности я понимаю что я рассказываю для некоторых достаточно тривиальные вещи но для того чтобы разбираться в криптовалюте а не просто бездумно покупать какие-то сигналы или слушать общие советы не понимая в чем дело но все-таки лучше разбираться хотя бы приблизительно как работает блокчейн в качестве минутки отвлечения кто послушал где база данных хранится блокчейн то есть каким образом она сохраняется в какой именно на каком компьютере она хранится в конечном итоге именно именно в этом в этом и суть блокчейна что даже если суть блокчейна в том что база копия базы данных хранится на всех компьютерах участвующих в расчете криптовалюты то есть даже если какие-то компьютеры выйдут из строя какие-то сервера дата-центры на которых хранится база данных будет выйдена из строя отключены либо еще какие-то будут ситуации ну как в том числе с тем же БТЦЕ хотя это конечно не совсем то что произошло но в любом случае база дублирована неоднократно и в этом ее сила то есть она не находится под чьим-то контролем под одним к вопросу о том чем обеспечена то есть вот ну как говорили да как все написали что обычная валюта она как правило обеспечена золотом изначально ну в дальнейшем какими-то поручительствами центробанков там правительств еще какими-то ресурсами так вот по сути биткоин обеспечен в первую очередь затратами на оборудование электричества ну а во-вторых спросом спросом благодаря которому по сути сейчас происходит рост в общем в общей схеме если вкратце это все работает примерно так то есть если не вникать в самую суть построения каких-то блоков выполнения хэш-функций и всех остальных слов по идее все это работает примерно так кто-то как видите на картинке да то есть на слайде это можно видеть кто-то запросил транзакцию переводит деньги в оплату товарищу там еще куда-то не важно запрашивает в децентрализованную сеть проведения транзакции это это самая сеть которая состоит из абсолютно равнозначных узлов компьютеров майнеров они еще раз подчеркну они абсолютно равнозначны среди них нет главного сервера вторичного сервера там бэкапного сервера они все абсолютно одинаковы эта сеть из узлов проверяет транзакцию ее статус по внутри заложенному коду по функциям в том числе опираясь на предыдущие расчетанные рассчитанные блоки и после этого ну понятно что если транзакция отвергается то дальше ничего не происходит если же транзакция подтверждена то сама сеть собирает еще другие транзакции подобного размера для того чтобы блок был записан не с одной единственной транзакцией которая занимает ну очень мало места для того чтобы наполнить этот блок собирает все транзакции текущие в блок и дописывает этот блок в конец существующей сети таким образом происходит два момента то есть добавляются новые данные раз а все старые данные становятся заблокированы блоками расположенными выше всегда задают бывает вопрос таким образом то есть я возьму почему нельзя поменять блок где-то там ниже уровней на 5 то есть ну а что нам мешает подключились и поменяли так вот именно идея и сама методика сами правила построения блокчейна исключают это почему потому что если мы меняем какой-то блок соответственно ну представьте построенный дом если мы хотим поменять какой-то кирпич снизу мы должны пересчитать и заменить все кирпичи которые расположены над ним соответственно другие компьютеры другие майнеры производят в это время другие расчеты то есть они в это время все равно продолжают считать новые блоки таким образом чтобы заменить блок на 2-3 уровня например ниже мы должны посчитать 3 ниже лежащих блока и плюс еще верхний да таким образом чтобы опередить или получить более важный результат для нашего конечного блока чтобы посчитали именно нашу цепочку ну как вы понимаете то есть на данный момент ресурсов у людей обладающих мощностями не хватит для того чтобы опередить потому что во первых майнеры тоже заинтересованы в том чтобы получить свой блок потому что они получают с этого комиссию и заработки ну а во вторых нужно произвести действительно мощное оборудование причем в полной секретности и никому чтобы оно не доставалось ну спрошу Борис включи там чат если у кого-то есть вопросы именно по блокчейну какие-то общие я мог бы прямо сейчас ответить но это не вопрос по блокчейну по сути уровень комиссии на сейчас регулируется только майнерами но это есть одна из проблем я чуть дальше о ней расскажу есть некоторая проблема именно из-за того что часть майнеров объединяется и по сути может в некоторых в некотором смысле диктовать какие-то условия на передачу транзакций майнеры получают биткоины за процесс расчета то есть за то что они подтверждают вот эти самые блоки и записывают их в общий блокчейн это оплата их работы ну все дальше можно больше не писать двигаемся дальше смотрите ну примерная приблизительная история развития стоимости биткоина ну все слышали ту байку когда один из первых платежей при помощи биткоина было оплачено там две пиццы порядка там десяти тысяч биткоинов ну когда только биткоин был создан его стоимость была объявлена ну вот как видите да за тысячу биткоинов три десятых цента общее количество биткоинов согласно заложенной технологии в программный код 21 миллиард на сейчас добыто ой не соврать около 15 миллиардов что ли миллионов обман миллионов конечно вот поэтому учитывая что с каждым годом с каждым месяцем постоянно растет сложность последний биткоин добудут еще не скоро единственное что нельзя это точно спрогнозировать просто потому что семимильными шагами растет производство и оптимизация железа вот ладно перейдем обратно все-таки к стоимости и к развитию биткоина не буду заострять внимание вы можете сами на слайде увидеть приблизительный рост по стоимости как видите у нас были и росты и провалы причем биткоин очень сильно реагирует именно на новости в мире на новости в своей сети в частности в 14-м году были сильные провалы из-за взлома биржи МТГОКС когда достаточно много народу потеряло своих денег еще был сильный провал когда закрыли один из крупнейших рынков Даркнета Силкроат а это конечно было с одной стороны удар по криптовалюте но с другой стороны это послужило толчком к развитию во-первых других рынков и бирж а во-вторых к валюте к разным другим валютам которые основаны на несколько иных математических принципах но при этом все равно на системе блокчейн ну сейчас цену все знают так вот о проблемах ну во-первых значит прежде чем говорить о проблемах ну все слышали имя Сатоши Накамото который собственно был изобретатель биткоина самого биткоина кто это человек или группа людей достоверно на самом деле никто до сих пор и не знает почему потому что никто его не видел разработка самого биткоина его кода началась приблизительно в 2007 году в 2009 он закончил разработку опубликовал код программы в своем профиле в свое время он указывал что ему 37 лет и он живет в Японии однако есть мнение достаточно весомое что это не совсем правда потому что он пишет на английском очень хорошо как на своем родном это раз хоть это и не показатель но само программное обеспечение биткоина не локализовано для японского языка и не документировано на японском казалось бы что должно быть в первую очередь как родной язык для создателя но с 2010 года Сатоши Накамото не участвует в работе над проектом однако ему тем не менее как предполагается именно ему принадлежат несколько крупнейших кошельков на которых хранится несколько миллионов биткоинов при этом на них нет никакого движения просто без движения лежат кошельки с большим количеством так вот какие есть помимо преимуществ конечно же есть и обратная сторона проблемы с одной из проблем мы столкнулись не так давно сегвит а именно необходимость внесения изменений в протокол потому что он был изобретен в 2007 как вы слышали в 2009 году с тех пор прошло уже 10 лет он биткоин стал значительно более популярен очень много транзакций в сети соответственно не все транзакции стали убираться в блок поэтому необходимы качественные изменения в протокол которые позволят нам во первых избежать долгой передачи подтверждения транзакций во вторых есть еще ряд моментов один из последних это тот самый который пытаются сделать в ноябре segvit это раз а вторая крупная качественная разработка это lightning networks off-chain обмен данными которые пытаются также внедрить в протокол биткоина уже просто есть ряд валют которые это осуществили в том числе декрет то есть эта технология проверена и обкатана теперь это нам нужно придется скорее всего внести и в протокол биткоина еще одна проблема но она скорее политическая то есть признают или не признают его на официальном уровне государства сейчас в разных концах мира все происходит по-разному если вы следите за новостями то видели что недавно на днях на Филиппинах несколько банков разрешили использование биткоина в качестве платежного средства как всегда азиатские банки впереди другие банки в какой-то мере до сих пор пытаются кто пытается ставить палки в колеса кто как Россия пытается придумать свой путь ну не знаю посмотрим куда это все вырастет еще одна крупная проблема и это действительно крупная проблема которая пока не решена и неизвестно как будет решена это наличие централизованных торговых бирж то есть все биржи которые не все а все крупнейшие торговые биржи на которых торгуется криптовалюта сейчас централизованы о чем вы можете видеть сами при использовании полоникса при выводе например частые технические работы на разных биржах отказы серверов ну тоже закрытие бтце которые точно так же произошло технически оно произошло из-за того что были изъяты сервера да рынок децентрализованных торговых бирж уже появился начали предлагаться разные на основе waves в основном но пока они не получили настолько большого распространения и популярности посмотрим как это будет дальше развиваться конечно учитывая что мы развиваем децентрализованную валюту надо бы развивать и децентрализованные торговые биржи чтобы не зависеть опять же от отказа либо от ответственного от владельца серверов какой-то конкретной торговой биржи проблема ETF фондов которые никак не хотят утвердить это есть но по сути это всего лишь выход биткоина на общие торговые биржи наравне с акциями в случае если получат распространение большие децентрализованные биржи по сути ETF фонд это будет лишь всего лишь плюс но не обязательное требование или какой-то параметр для развития биткоина а вот последний фактор который указан на складе фактор КНР это к вопросу о комиссии и к вопросу об опасности в развитии всех блокчейнов и в том числе главное это биткоин то есть благодаря тому что раньше биткоин манился просто на процессоре то есть любой практически желающий мог запустить специальную программу включиться какому-то пулу в сеть и точно так же подтверждать рассчитывать блоки и подтверждать транзакции однако умные головы в том числе и в КНР придумали сделать специализированные компьютеры которые остро заточены специально для расчета так называемые асики у них все железо было создано и оптимизировано исключительно для расчета для проведения расчетов блоков в блокчейне биткоина есть даже некое мнение ну отрицаемое тем не менее китайскими друзьями что в некоторых асиках особенно для внутреннего рынка по некоторым заказам они делают есть некая дыра в расчете которую можно заложить в чип именно рассчитывающий блокчейн который позволит выиграть несколько процентов в расчете в скорости расчета ну правда это никем не подтверждено но в свое время это было одной из причин по которой ну они сопротивлялись именно проведению сервита вот судя по всему это каким-то образом они решили так как сегвит все-таки прошел для того чтобы слегка отвлечься кто-нибудь в 2015 году слышал читал вообще про биткоин а теперь скажите вот тот кто слышал особенно читал и видел кто-нибудь его не купил в то время ну вот смотрите тем самым вот то что сейчас происходит в чате это как раз отсутствие информации то есть у нас есть интернет у нас есть возможности получать какие-то новости где-то вникать в суть но при этом не верить что это может быть правдой и что от этого может быть выхлоп ну на самом деле если будете с нами дальше общаться узнаете возможности где можно каким-то образом чуть глубже понимать и регулировать свои потоки информации знания закон мура ну закон мура вообще он означал что что каждые не вспомня каждые три года удваивается он был придуман для процессоров в первую очередь он был подтвержден на процессорах то есть каждые три года мощность процессоров удваивается по идее сейчас была и я тоже недавно слышал такую мысль что якобы значит стоимость биткоина тоже подвержена закону мура ну по сути конечно притянуть любой закон можно туда или сюда как в той байке про или про ученых или про трейдеров когда там говорят что объяснить я и сам могу ты причину скажи вот поэтому и здесь это примерно так же ну что ж двигаемся дальше смотрите в первую очередь основополагающие факты биткоина это что это блокчейн то есть цепочка блоков неизменная в которой записывается все транзакции вся информация это раз она неизменна это два соответственно для проверки для расчетов нужно выполнить много работы для проверки совсем немножко и третий очень важный факт код программный код открыт то есть любой может посмотреть залезть ну при наличии конечно же соответствующей квалификации честно скажу лично я несмотря на свои знания я конечно смотрел ну вот так чтобы лезть и разбираться конкретно внутри кода как это работает ну на сейчас я наверное я пока не готов но что нам дает открытость открытость дает нам возможность создавать другую валюту на основании кода биткоина при этом вкладывая в эту валюту какие-то свои фичи и параметры например например один из самых известных форков форк это по сути программный продукт созданный на базе какого-то основного но которому приданы дополнительные отличительные черты лайткоин у лайткоина упор сделан на скорость расчета блока в среднем он рассчитывается быстрее примерно в 4 раза то есть каждые 2-2,5 минуты ну надо сказать он планировался как заменитель биткоина как лайткоин ну на сейчас пока конечно несмотря на его рост в денежном отношении в целом он еще не конкурент помимо этого есть есть и другие форки в интернете можно найти различные сайты в том числе с построенной инфографикой от какого форка что было построено то есть вот на основании биткоина вы видите это вот краткий список всего лишь монет которые были сделаны напрямую на программном коде биткоина в том числе лайткоин который был сделан на коде битко но на основании уже лайткоина были созданы в том числе и свои монеты то есть для них уже лайткоин является прародителем в сети в интернете вы можете найти и сервисы которые позволяют создать свой собственный форк они как правило платные но за очень небольшие деньги но при этом вы можете задать родителя задать размеры блоков сложность рост сложности еще другие параметры собственно получить свою валюту и все что останется продвигать каким-то образом то есть попробовать сделать ее конкурентом это один из способов второй способ создать свой блокчейн один из главных на сейчас конкурентов блокчейна биткоина является эфириум все знают его изобретатель в отличие от биткоина все знают его главного вдохновителя создателя Виталика Бутырина ну Борис там включи чат все слышали кто он вообще такой откуда он взялся кто такой Виталик Бутырин ну ладно расскажу сам кратко родители его русские когда-то они эмигрировали в Канаду после перестройки а вот отец сразу вкладывался в сына мечтал видеть его программистов ну собственно у него получилось вот он ну как видите да типичный программист сама идея своего блокчейна первоначально была описана в его одной из публикаций в конце тринадцатого года в четырнадцатом году эфириум был формально описан Гэвидом Вудом в так называемой желтой книге была такая книга у них примерно в то же время эфириум ну неформально его называли проблем платформа следующего поколения биткоин 2.0 хотя конечно формально это тоже блокчейн но с некоторыми своими особенностями во второй половине четырнадцатого года был начат сбор средств на разработку через краудфандинг после этого он привлек внимание многих банков как испытательная платформа для изучения той самой отличительной особенности этого блокчейна а именно умного контракта смарт-контракты и официально блокчейн эфириум был запущен 30 июля 2015 года 14 марта 16 он вышел из альфа версии ранней в которой разработчики не гарантировали безопасность новая версия протокола носит название homestead и тоже относится к ранней но уже стабильной версии сейчас по планам в разработке следующая версия этой платформы по слухам ну по планам где-то на сентябрь запланировано если не будет отложено там будет ряд кардинальных изменений в самой платформе целью платформы было в отличие от биткоина не просто передача денежных средств от пользователя к пользователю неважно кто использователь магазин или частное лицо основной фичей которая была придумана для эфириума является смарт-контракты то есть сделки с активами при помощи программного кода который позволяет задать условия при которых одна сторона получает деньги за работу вторая сторона выполняет эту работу в общих чертах это выглядит примерно так утрировано совершенно утрировано заказчик размещает деньги при помощи смарт-контракторов сети на выполнение какой-то работы исполнитель выполняет эту работу размещая отвечая на этот смарт-контракт заказчик подтверждает что работа выполнена при этом деньги он заранее помещает в блокчейн до начала принятия смарт-контракта когда он подтверждает что работа выполнена исполнитель получает свою оплату за труд это совершенно упрощенное объяснение что такое именно смарт-контракт все там значительно сложнее но в общих чертах это выглядит примерно так да возникают разные вопросы по подтверждению выполнил не выполнил перешло переданы деньги не переданы но вот это как раз передача денег прозрачно и легко наблюдаемо самим средствами блокчейна но выполнение работы не выполнение здесь конечно это уже на усмотрение получается сторон немножко другая проблема то есть сама платформа позволяет именно забронировать средства и передать их при выполнении некоторых условий это и есть смарт-контракт это первая особенность эфира вторая особенность это возможность создать собственную криптовалюту именно внутри платформы то есть не делая форк а просто создавая новый токен токен криптовалюту таким образом если вы видели когда-то заходили в блок эксплорер эфириума на эфир валет или еще где-то эфир скам то можно увидеть сколько уже на сейчас создана криптовалюты внутри платформы и при этом создание новой криптовалюты там делается буквально несколькими строчками кода то есть очень несложно единственное конечно для того чтобы создавать этот код разработчики в том числе виталик они придумали свои внутренние языки один из самых там популярных солидите есть там такой язык кстати сейчас большой спрос на программистов именно на этом языке блоки на платформе так как это блокчейн также рассчитываются но в отличие от биткоина они рассчитываются к ним они рассчитываются на графическом процессоре на gpu он более эффективен именно из-за наличия большого количества конвейеров обработки данных то есть распараллеливания расчетов как и у биткоина конечно же у эфирема тоже есть свои проблемы с одной проблемой самой важной все мы сталкиваемся в моменты проведения ICO это затыки в сети плохая масштабируемость очень тяжело пока у них сейчас и с размерами блоков и со всем остальным вторая проблема но которая присуща в том числе и биткоину это отсутствие конфиденциальности то есть многие издания в интернете сайты говорят что преимущество биткоина эфириума в том что это анонимно на самом деле не совсем так если вы вникнете в суть то как правило во первых каждому присвоен свой номер кошелька да его можно генерить каждый раз новый но благодаря блок эксплореру во первых вы всегда можете посмотреть движение с кошелька на кошелек да там не пишется его владелец однако очень часто люди не любят менять свои кошельки генерить новые либо просто указывают в каких-то соцсетях в письмах еще где-то свои номера кошельков при этом позволяя однозначно связать свое имя с каким-то из номеров кошельков и после этого умный въедливый человек по сути может посмотреть куда были движения с данного кошелька на какие другие кошельки и если завести какую-то большую базу данных с анализами и с привязками конкретных личностей с конкретными кошельками по сути можно связать кто кому что передал то есть конфиденциальность это не совсем фишка блокчейна именно биткоина и эфириума ну и тех которые созданы на его основе простота создания валюты на базе эфириума это и плюс и минус плюс позволяет нам видеть нам создать легко монету для своих потребностей это же и является минусом тот самый разгушк вал сейчас ICO это следствие вот этой проблемы на самом деле мое мнение такое что это только начало волны даже не девятый вал то есть пока это все люди у которых были идеи только начинают приходить в понимание как можно получить средства на реализацию этих идей либо как можно изъять их у других людей при помощи валюты и последняя проблема одна из важных которые у нас основана по сути на первой это необходимость перехода в другой протокол как качественного изменения вот я упоминал что в сентябре планируется новая новый релиз пока по планам там как раз запланировано плавный переход к майнингу на другой на другой методике чуть позже сейчас мы к этому доберемся вот какие именно майнинги бывают дальше что можно сказать еще про эфириум опять отвлечемся кто-нибудь слышал про эфир классик ну не так скорее всего многие слышали про эфир классик кто-нибудь может сказать откуда он появился кратко пару слов перерыв перерыв чуть позже набираемся терпения да по сути изначально это была копия кода эфира что было была организация децентрализованная автономной организации дао которая собирала деньги на проект один из основателей этой дао из разработчиков смарт-контракта воспользовался воспользовался ошибкой смарт-контакте и перевел на свой счет ну на кошелек примерно да 50 миллионов долларов что сделали Виталик Бутерин со своей компанией то есть было обсуждение были требования некоторых инвесторов что-то с этим сделать и и они придумали свой ход они откатили транзакции на момент до взлома то есть по сути они восстановили копию базы данных на состояние до взлома таким образом конечно часть транзакций по передаче денег которые не касалось дао она потерялась но глобально все инвесторы которые перечисляли средства в дао восстановили свой баланс но вроде бы все хорошо все остались при своих однако что продемонстрировало данная ситуация а все просто где же тут децентрализация группа людей решила и вернула все назад поэтому в тот момент стоимость эфира упала до копеек все понял хорошо ну смысл в том что вот разработчики эфира классик это как раз те люди которые сказали что нет децентрализованность значит децентрализованность поэтому все должно остаться как есть и поэтому они как раз продолжили ветку развития эфира обозвав его эфир классик по сути эфириум это форк ну он конечно форк вроде бы сам себя но тем не менее это он был откачан назад а эфир классик это продолжение оригинальной ветки сейчас у них код уже несмотря на то что похож расходится советую обратить внимание токены ICO что такое ICO вкратце это первоначальное предложение валюты это сборы на проведение на проведение каких-то работ по определенному проекту но все вы видели нашумевшие ICO это EOS который будет убийцей эфира когда-то какие тут совсем ярких из недавних Bancor который будет но позже ну есть еще ряд интересных и не очень интересных ICO все они основаны на одном мы инвесторы переводят свои средства в эфире как основной валюте либо Bitcoin и другие там в том числе и доллары там через какие-то банки это уже вторично все переводят на определенные кошельки взамен получают вместо IPO где выдают акции они получают токены монеты плюсы участвовать можно абсолютно любой суммой как правило соответственно если вы считаете что этот проект должен быть вы вкладываетесь в него деньгами и участвуйте и следите за его развитием получая и зарабатывая деньги двумя способами либо спекуляциями на бирже из-за успеха провала данного проекта либо есть в некоторых проектах обратный выкуп своих токенов это раз либо выплата начисления каких-то дивидендов пропорционально вложенным средствам в том числе и благодаря тем самым смарт-контрактам то есть не нужен спецбухгалтер который будет потом по итогам там предположим квартала считать доходности распределять каждому по копейке нет все делается в сети эфира при помощи специально созданного смарт-контракта ICO бывают удачные неудачные у них много разных параметров много разных фактов оценки учить с ними разбираться мы учим на продвинутом курсе майнинг ну майнинг вкратце пробегусь буквально то есть майнинг это процесс расчета процесс расчета следующего блока но это это термин полученный изначально почему я так говорю потому что способов майнинга бывает несколько и с каждым разом появляется все новое то есть что такое майнинг в блокчейне это подтверждение работы то есть вся затраченное количество затраченной работы и означает будет принят блок или не будет не будет то есть максимально максимальной длины цепочка помните мы говорили при ветвлении максимальной длины цепочка будет признана правильной и записана в блокчейн вот подтверждение работы это признак признак основных по сути блокчейнов то есть для этого требуется специальное оборудование процессоры либо видеокарты либо еще какие-то атики она это подтверждение называется proof of work ну вы видите тьмоги его поф такое сокращение это как раз признак расчетов на конкретном железе со временем начали появляться и другие подтверждения в блокчейн это как раз дальнейшая вторая третья волны развития блокчейна в частности это proof of stake то бишь подтверждение наличия в данном случае для подтверждения блока достаточно наличия определенного не менее чем определенное количество монет на своем локальном кошельке то есть те у кого находятся эти монеты участвуют в генерации блоков именно своим количеством монет дальнейшее развитие этого протокола в монете битшарес это distributed proof of stake то бишь распределенное подтверждение в этом случае генерации блоков производится определенными делегатами у них должны быть определенное количество монет не у всех оно есть и поэтому часть людей просто делегирует им свои права конкретным делегатам для того чтобы у них было максимальное количество голосов чтобы можно было подтверждать сгенерированные блоки это все звучит конечно так странновато когда если вглубь вникнуть здесь очень много своеобразного интересного и математического аппарата много всего следующие какие еще есть подтверждения это принесла в первую очередь валюта dash это proof of service то есть подтверждение выполнения подтверждения оказания услуги это по сути proof of service это практически все монеты которых есть мастер ноды то есть это не просто наличие денег на кошельке а нахождение узла с этими монетами постоянно в онлайн это раз и участие в осуществлении транзакций то есть это тот самый майнинг только для этого требуется не определенное железо а наличие монет ну и есть совсем такие другие начали появляться подтверждения вот в том числе например одно из CIA или Proof of Storage то есть там требуется расшаривание своего свободного диска например на месте на жестком диске и вот это участие в облаке как раз является твоим подтверждением в блокчейне ну давайте я глотну водички а вы мне расскажите слышал кто-нибудь о совсем экзотичных я вам сейчас еще пару назову никаких перегуем до упора да бёрст есть да сжигание монет ну у меня есть конечно частное мнение практически о большинстве ICO мне много чего интересно да ну CIA и COIN как раз у них вот Proof of Storage NEM новая экономическая политика да у них там есть свое вот есть еще есть еще кое-что есть например один из недавних проектов я не буду говорить что это скам изначально не скам это другая тема но в том числе например Humanic если помните есть такой монет про этот самый проект там в Humanic подтверждение например личностью то бишь ну вот они сделали например у них приложение подтверждает и выдает монеты за идентификацию по сетчатке глаза вот ну да на самом деле если честно вот вы все правильно пишете здесь очень много здесь очень много разных тонкостей может быть не все это нужно но мне интересно ладно продолжим дальше ну смотрите по данным буквально где-то дня три назад пятерка максимальной капитализированных валют выглядело примерно так это биткоин эфир биткоин кэш который произвели и приурочили к моменту сергита рипл и лайткоин в чем их похожесть и отличие ну смотрите в табличке я собрал примерно ну такую ключевых каких-то особенностей вот вы можете посмотреть отличие следующее как видите 4 монеты являются майнингом чистым классическим рипл это премайн что такое премайн все монеты уже сгенерены новых не появится все что может быть это только ограничено где-то заморожено но новых создано и их количество не увеличится ну по цене и по ключевым особенностям смотрите сами то есть да биток называют цифровым золотом лайткоин на сейчас цифровое серебро все остальное ну как вот кратко ключевое вот эфир это смарт-контракт и топливо биткоин кэш это такая неоднозначная штука я не буду сейчас углубляться она неплоха но у нее есть тоже свои плюсы и минусы на сейчас как по мне так минусов больше но это не мешает на нем спекулировать так где все это дело хранить где все это дело хранить для эфира один из самых популярных это онлайн кошелек myEthereWallet он достаточно прост он там на русском языке способы авторизации здесь совершенно разные кому что удобно в том числе это резор это хардварный кошелек да можно файл ну если вникнуть в суть именно там в этом эфир кошельке вот все примерно в таком виде и будет то есть есть кошелек есть ваш адрес есть баланс счета чуть ниже будет показан баланс токенов которые есть у вас токены это те самые монеты которые вы либо купили либо получили на ICO и это все по сути хранится в блокчейне а myEthereWallet это лишь интерфейс к блокчейну то есть все хранится в сети не у вас локально следующий блокчейн блокчейн-инфо единственное что у меня картинок конечно тут не так много как зарегистрировать как зарегистрировать ну давайте попробуем так секунду сейчас себе что-нибудь открою по сути все что нужно сделать это вот на том самом сайте на заглавной странице нажать создать кошелек при этом ввести сложный пароль после этого система перейдет перейдет к следующей так не знаю продемонстрировать экран давайте попробуем если покажет ты можешь пока чат разблокировать я просто не знаю получится у меня показать экран не получится вот примерно так не видно нет мой экран видно не видно видно ну вот смотрите то есть я открыл мой эфир валет он меня спрашивает пароль то есть я должен нанести сложный пароль здесь говорю создать кошелек после этого он спрашивает что именно сохранить то есть можно сохранить файл в специальном формате либо закрытый ключ это такой набор длинных символов которые не рекомендуется терять просто потому что его вам никто не восстановит никогда то есть если вы от своего кошелька потеряли и файл и ключ все больше ничего не будет ну вот на сейчас например я создаю вот он мне такой примерно файлик будет создавать собственно и все после этого мы попадаем в тот самый кошелек который будет выглядеть вот в таком виде то есть это я уже открываю кошелек а он будет выглядеть примерно вот так для того чтобы зайти в свой кошелек нужно выбрать ту самую информацию о кошельке и выбрать что вы сохранили для себя файл закрытый ключ но остальные способы конечно тоже работают то есть MetaMask это специальный там и есть свой оффлайновый кошелек ну и другие способы а блокчейн инфа это тоже онлайн кошелек в отличие от MyEtherevalet изначально изначально он был придуман для биткоина недавно они анонсировали поддержку эфира ну сложно сказать хорошо или плохо но это то же самое именно интерфейс для блокчейна но для биткоина в нем видно и можно во первых передать получить все в достаточно простом виде то есть кнопки отправить получить свои адреса там можно увидеть это еще раз повторюсь это все в интернете то есть мы заходим всего лишь на специальный сайт который является окном интерфейсом для подключения к блокчейну это и плюс и минус как всегда то есть плюс это то что нам не требуется для этого скачивать весь блокчейн минус фишинг и все остальное соответственно вирусы краяны либо какие-то фишинговые сайты которые могут у нас собственно наш тот самый закрытую фразу либо ключ ну и похитить в том числе что есть еще из интересного есть мультивалютный кошелек JAX он есть версии как веб так и на мобильные на смартфоны для айфона для андроида в том числе еще как мне лично нравится он еще есть как расширение для хрома он поддерживает не все валюты в нем есть определенный набор однако на недавней конференции где в Нью-Йорке в июне месяце они анонсировали очень много соглашений с разными разработчиками разных блокчейнов по добавлению их в этот кошелек да в свое время были нарекания ну тоже нашумевшие там были что хакеры могут взломать Джакс нет хакеры могут взломать конкретный компьютер то есть да можно потерять свои деньги с этим кошельком но как и с любым то есть если ты поймал вирус Троян который похитит твой файл то тебе не поможет ни Джакс ни любой онлайновый кошелек создание очень простое то есть вот если например поставить на смарт то там прям просто при открытии он создает для человека для этой машины для конкретного смартфона свой набор кошельков которые кодов кошелька которых можно передавать которые можно уже куда угодно использовать вот на правом слайде видно какие монеты он на сейчас поддерживает вот это как раз тот самый неполный список который будет расширен и есть так называемый класс не просто оффлайновых а хардварных отдельных кошельков то есть оффлайновый кошелек это кошелек отдельной валюты который именно программное обеспечение то есть мы заходим на сайт разработчика берем себе этот оффлайновый кошелек это программа которая ставится на конкретном компьютере и как правило она должна скачать весь блокчейн к себе для того чтобы иметь возможность просматривать и подтверждать эти самые блоки не обращаясь больше никуда хардварный кошелек отличается тем что он готов к употреблению как отдельное устройство вот либо летгер как в виде ну не знаю айпода да либо значит есть есть еще ряд устройств как в виде флешки летгер нано есть резор тоже недавно прошумевший в новостях взломом на одной из конференций ну вроде как они исправили прошивки тоже они мультивалютные но не поддерживают все возможные валюты у них у каждого пока есть некие ограничения то есть они поддерживают ну конечный способ валют набор валюты прежде чем мы будем разговаривать о различных о различных биржах ну спрошу все же наверное уже пробовали покупать валюту ну в том биткоины скажем так биткоины чем пользовались самые популярные вот ради интереса не не где именно покупали нет ну полоник сюда ну да согласен ну вот смотрите да самые на самом деле два популярных места где это все покупается это биток полетел мы же проводим презентацию все скорее побежали покупать значит две самых популярных два вида где приобретается на криптовалюта это обменник раз биржа два два варианта local bitcoins то есть то есть бтце мы сейчас исключаем уже рассмотрение потому что такой биржи сейчас нет и неизвестно будет ли она несмотря на все их на все их заверения по кошелькам сразу отвечу пока не приступил к биржам я пока лично мне нравится либо совсем хардварные либо я вообще пользуюсь моей фирвалет и собственно наверное все иногда джаксом для передачи в моем понимании мне проще сохранить именно свою авторизацию нежели качать себе все отдельные кошельки значит по поводу приобретения local bitcoins здесь все основано на подобие смарт-контактов то есть мы заходим после регистрации заходим на local bitcoins и здесь видим предложение по обмену либо вот у меня открыто именно за рубли обмен на рубли и в том числе предлагают разные банки в других странах другая валюта можно менять на популярные обменники advanced cash и perfect money на какие-то другие более экзотичные вещи в том числе этот обменник позволяет найти себе партнера поменять даже на наличку вот то есть это один из популярных именно обменников здесь конечно здесь зарабатывают люди зарабатывают те которые продают они делают небольшую наценку но здесь нужно понимать что это особенно личные встречи всегда чреваты при обмене больших количеств денег это тема отдельных семинаров но тем не менее вот этот самый local bitcoins позволяет поменять я пользовался такими вещами когда мне нужно было срочно поменять в ту или в другую сторону при помощи их их варианта смарт-контракта поменять bitcoin на рубли или рубли на bitcoin то есть там происходит таким образом делается заявка не помню здесь по-моему нет делается заявка на требуем требуемые например если у меня есть рубли я хочу поменять их на bitcoin я нахожу партнера у которого как мне кажется для меня самый выгодный курс и условия делаю заявку что я хочу купить на такое-то количество рублей столько-то биткоинов по его цене он прежде чем значит прежде чем я ему отправлю деньги а он мне он должен внести в систему local bitcoins свои битки которые их блокируют до момента подтверждения обеими сторонами проведенных платежей это дает гарантию что если я перевел ему сбербанк я увижу свои биткоины потому что они уже не у него они уже в системе там конечно есть моменты тоже арбитража какого-то смысле возникновения спорных ситуаций но они все решаются администрацией а вообще это работает именно таким образом то есть я отправил ему с карты на карту деньги он подтвердил в системе что деньги получены мне пришли битки все исключения обрабатываются индивидуально второй один популярный пункт способ обмена это без без обменники то есть здесь здесь чем хорошо во-первых большой выбор раз большие объемы всякие разные направления обмена два но есть и некий минус если локал биткоин достаточно четко реагирует как правило на курс биткоина сейчас то без очень инерт потому что обменники не желают терять свои деньги на волатильности и соответственно колебания курса вот мгновенные которые в течение часа двух трех дня если происходит на бесченч не влияет как правило очень мало но зато с ним можно выбрать ну очень большое количество направлений обмена и вебмани и сбербанк и альфа причем в нем даже есть не только биткоин но и ряд криптовалют они уже там добавляют есть некоторые обменники которые позволяют даже риппл купить за рубли напрямую ну и третий путь тот самый это торговля на биржах самые популярные самые большие по объемам биржи на сейчас это битрекс полоникс битфеникс кракен мы не говорим про китайские биржи на китайских биржах тоже очень большие объемы но у них есть свои сложности с вводом с выводом денег со своей верификацией там их свое видение всего этого прежде чем значит говорить вообще о торговле на бирже о получении криптовалюты за баксы за рубли за какие-то другие валюты вот ну стоит сделать это себе заскриншотить и посмотреть более внимательно не так как мы сейчас пробежимся а более внимательно вникнуть в сути этих самых правил да они очень простые но они как правило дорожного движения они проверены жизнью диверсификация не храните все яйца в одной корзине нельзя вот то что говорили в самом начале в том числе и Борис упоминал что нельзя инвестировать в то что ты не понимаешь как работает и что это почему произошел рост то есть да можно пытаться пользоваться сигналами но в какой-то момент возможно те самые варианты когда вы просто потеряете свои деньги не понимая почему произошло то или другое вот на примере того же эфира то есть те кто слил после отката на провале я думаю что очень много потеряли до 7 центов по стоимости эфира посмотрите сколько сейчас то есть понимая что это такое какие есть перспективы какие есть возможности у данной валюты ты понимаешь надо мне в нее вообще вкладываться или нет если краткосрочные спекуляции теоретически можно покупать хоть что но будьте готовы что спекуляции всегда две стороны одна выигрывает одна проигрывает ну и все остальные смотрите не инвестировать заемные кредитные возможно кто-то и пробует у кого-то и есть наверное успешные хотя даже у меня есть некоторые знакомые которые достаточно успешно смогли вылезти из этой самой долговой ямы из кредитных средств профессионалы и риски ну вы сами понимаете что это значит если ты у кого-то учишься то лучше учиться у тех кто умеет нежели у тех кто сам учится ну и основные ошибки самые первые которые как правило приводит к большим потерям это страх потерь или термин английский фома можете в интернетах поискать как это правильно пишется по-английски то есть боязнь того что я сейчас если не куплю то он вырастет еще страшно и просто я потеряю свои там возможные там прибыль не гонитесь это плохая эмоция то есть страх потерь фома должен быть отодвинут совершенно в дальний угол ну второй это перекликается с с предыдущим слайдом недальновидность недостаток знаний то есть всегда развивайтесь чем больше вы знаете тем лучше потому что появляется возможность самому как минимум разобраться и понять откуда взялся этот сигнал почему он отработал и где мне взять следующий ну неразборчивость тоже конечно есть проекты в интернетах пробовали люди на восходящем на растущем рынке типа я вкладываю биток и через два месяца я миллионер потому что все они в результате вырастут да на растущем рынке конечно это все так работает как только мы получили июль семнадцатого года вся вот эта стратегия перестала работать головокружение от успехов это конечно да но это психология здесь сохраните всегда спокойствие то есть трейдер криптоинвестор должен сохранять всегда спокойствие исключительно для того чтобы спокойно с холодной головой вкладываться либо продавать либо покупать ту или иную криптовалюту и планирование это тот самый крипто портфель то есть мы должны четко для себя решить какая часть средств у нас в биткоине какая часть средств у нас в какой-то другой криптовалюте что у нас служит на долгосрок что у нас для краткосрочных спекуляций вплоть до процентов то есть если все ну есть некоторые приемы торговли на бирже как раз когда мы должны оперативно реагировать на покупку на продажу именно для того чтобы на волне новостей на волне каких-то особенностей покупать либо продавать валюту до того как вот либо мы потеряли либо на волне будущего роста мы прикупаем чтобы дальше ее продать именно тот же самый биткоин то есть как основной основная базовая валюта которая оценивается все остальное ну вот посмотрите это общий интерфейс это полоникс да вот у него здесь примерно так выглядит график торгов здесь вот у меня за три дня приблизительно ниже расположены ордера справа монеты которые торгуются на вкладке USDT это продажа криптовалют за валюту USDT учтите это не доллар то есть это отдельная криптовалюта у которой нету блокчейна которая изобретена как шлюз между обычным долларом и вот этой самой биржей полоникс используется на битриксе то есть это не доллар битрикс битрикс чем хорош битрикс сюда очень часто добавляются новые монеты то есть если на полониксе перечень монет достаточно ограничен и они очень редко добавляют монеты после длительных анализов хотя конечно говорят что якобы это всего лишь зависит от количества внесенных битков не совсем так уже неоднократно были проекты которые готовы были заплатить но при этом они не вышли на полоникс несмотря на все свои амбиции с битриксом у них чуть проще у них тоже есть свои требования они не поддерживают там один из протоколов эфира для токенов но основная масса которая на ERC 2.0 они поддерживают очень часто добавление новых монет на битрикс сопровождается ростами пампами и вообще активной торговлей ну и в свете последних изменений там последних каких-то шумов по поводу работы полоникса с Российской Федерацией многие начинают уходить на битрикс пока тут не озвучивал каких-то особых требований к другим в частности к гражданам Российской Федерации но учтите что как полоникс так и битрикс они обе обе биржи зарегистрированы в Штатах ну и есть другие биржи значительно меньшие в них очень маленький объем на них удобно покупать какие-то редкие монеты те которые не добавляют крупные биржи в частности на той же криптопии есть еще ликви есть биржи которые основаны на волнах на на вейвсе то есть там децентрализованные биржи но пока на них не очень большие объемы да на них очень легко делать пампы ну также легко и дампы то есть небольшой объем монет в закупке очень часто влияет на большой рост это как раз ну и плюс и минус то есть нельзя купить много по одной цене но в то же время очень легко разогнать особенно там этим занимаются те самые памп группы очень легко разогнать не самыми большими объемами создать видимость роста есть еще ряд особенно сейчас начинают набирать большую популярность корейские биржи потому что там правительство пытается идти на острие прогресса там внедряют криптовалюту в той же Японии в Корее в Южной признают в магазинах можно расплачиваться поэтому там очень живая торговля там очень часто курсы выше чем на основных биржах полоникс тот же кракен битрекс но однако там есть свои сложности некоторые не локализованы то есть только на своем языке там есть сложности с авторизацией на некоторых требуется верификация и заведение денег скажем в традиционной валюте в тех же долларах там практически невозможно но есть возможность довести биткоины там ими каким-то образом торговать и их же оттуда выводить общий совет по торговле можно сделать такой не держите все на одной бирже это раз ну как всегда тот самый первый совет да потом планируйте криптопортфель планируйте то есть всегда нужно держать биткоин для оперативных закупок продаж это раз но не забывать что биткоин конечно волатилен но остальная криптовалюта очень часто значительно быстрее реагирует на всякие новости провалы на свои разработки и поэтому там можно получить увеличение капитала значительно большее и быстрее но включая голову ну и вы можете на итоговом графике это значит скриншот с одного из сайтов на котором можно посмотреть общую объемы торгов по валюте по биткоину за этот год вы можете что увидеть что вроде бы у нас есть и скачки и провалы но в целом общая тенденция на сейчас к медленному плавному росту цены за биткоин я уверен что наверняка еще будут от 4 тысяч провалы вниз но если рассматривать на долго срок мое мнение будет только рост то есть если вы будете соблюдать холодную голову и включать свой мозг свои знания свои умения не просто ориентируясь на какие-то советы то это позволит только приумножить то есть потерять здесь достаточно сложно если вдумчиво и грамотно подходить к своему крипто портфелю у меня возможно что-то я не не осветил что-то пропустил но это был вводный самый первый по сути вебинар в дальнейшем если будут какие-то ошибки или замечания пишите возможно исправим что-то сделаем где-то убавим где-то добавим спасибо криптовалюта доллар заменить никогда на сейчас не сможет точно вот это один из важных вопросов потому что она всегда будет до тех пор пока государство не признают но государство в полном объеме не признают однозначно им это невыгодно по той причине по которой я говорил в самом начале помните что бумажная валюта позволяет вам позволяет напечатать ее столько сколько нужно запустить печатный станок крипта этого не позволяет если доллар рухнет доллар может конечно рухнуть единственное что этому должны способствовать какие-то действительно глобальные события ну я не знаю гражданская война в Соединенных Штатах я не думаю что конечно вероятности этого есть но я не думаю что это будет реально по поводу российской криптовалюты есть видел я некие новости у нас на севере страны в Псковской или в Новгородской области строится майнинг центр в котором будет такая валюта как крипторубль ну официально не объявлено посмотрим ну на сейчас по поводу доллар если доллар рухнет опять же в ту же самую тему если доллар рухнет смотрите ну вот мое мнение такое что если он рухнет то в мире должны произойти просто очень большие катаклизмы поэтому ну теоретически во-первых это будет не скоро ну скорее всего если и будет во-вторых ну вы даже сейчас можете на бисченч поменять биткоин на рубли приходите на следующие мы вам все расскажем и по поводу прогнозов и стоит ли покупать или не стоит нео хорошая монета единственное что сейчас цена великовато но хорошая монета ее не зря называют конкурентом эфира хотя буквально на днях я читал там глубокую статью с анализом про нео там тоже не все однозначно не верьте слоганам там есть плюс то что она китайская вот это ее один из основных плюсов и то что там можно там язык программирования у нее простой C то есть там программируется на C а не на Solidity соответственно C и Java на который очень много программистов криптовалюту в РФ я не думаю что запретят учитывая те слухи и знания которые стекались мне от разных людей даже не на не с точки зрения законодательства а как ведут себя различные учреждения по отношению к майнингу к майнерам к оборудованию ко всему остальному ребят вот все что касается каких-то конкретных валют я вам рассказать не могу это будет непрофессионально да C-Sharp конечно не C родной у Zcash и у манеры есть свои особенности которые позволяют говорить что это у них будет свой кусок рынка и этот кусок рынка будет немалый у биткоина они его не отнимут но свой сектор рынка они займут однозначно майнить я не могу сказать к сожалению как отнесется правительство к майнингу буквально сегодня в новостях было что кто-то из правительства заявил что надо для майнеров повысить стоимость электроэнергии мне кажется это бред какой-то надо бороться точнее не так когда идет волна надо на нее вскакивать а не пытаться ее останавливать ну я не считаю что это правильное поведение конечно отдельные личности есть которые так но учите что тот же Сбербанк несмотря на всю его неподвижность и медлительность с 2014 года изучает технологию блокчейна и в том числе они создали свой вариант мастер чейн в котором они в котором они вели ряд своих транзакций внутрибанковских вот в котором участвовали Сбербанк ВТБ не помню кто еще и другой блок есть банк открытия с Альфа банком и по-моему с Киньком или еще с кем-то не помню с кем а не с кем-то еще у тех тоже был свой совершенно проект тоже по внедрению для начала пилотного для внутрибанковских операций а потом ну возможно и выход на клиентов но это чуть дальше на ВЭФСе все значительно проще на Эфире на Эфире сейчас популярней поэтому сложно сказать какой лучше выбрать а чем хорош Эфир на сейчас именно токены на Эфире ну бирж больше для продажи для оборотов на ВЭФСе вот та децентрализованная биржа на сейчас на ней не очень много торгов они есть они тоже интересные но их недостаточно много ну в моем понимании по поводу ICO я скорее как аналитик я могу вам подсказать если ну вот в Академию к Борису там куда-нибудь напишите они мне петь направят могу есть пара команд которые занимаются профессиональной подготовкой ICO я именно аналитик транзакцию нельзя отменить в блокчейне по простой причине потому что она ушла в расчет раз была произведена потрачена работа на нее два майнерами для того чтобы ее выполнить чтобы вернуть транзакцию и отменить надо отменить всю их работу честно очень много интересных монет вот я чем больше читаю тем глубже вникаю причем даже не столько в ICO в какие-то конкретные идеи сколько вот именно сами монеты которые уже созданы там столько заложено идей вот я ну я сам по образованию ну мне может чуть проще я по образованию физик по профессии экономист финансист программист поэтому ну как бы освоить вот эти все куски но там очень много интересного просто очень много по сути по сути да для того чтобы ну знать и уметь нужно просто интересоваться этим всем чем больше знаешь тем больше можешь реагировать и понимать что на что повлияет заложено в протоколе биткоина что всего их 21 миллион монет когда все добудут все ну прекратится добыча но это очень долго потому что с каждым месяцем сложность повышается я вот конкретных цифр не помню помню что последние несколько биткоинов там на них нужно дать несколько лет на расчет поэтому я не думаю новостных каналов так коллеги давайте наверное все все технические сбои прошли друзья давайте наверное мы с вами будем закругляться и Александра мы перестанем мучить потому что он уже много очень сегодня дал интересной правильной полезной информации и хочу вам сказать напомнить что у нас целая большая команда и Александр это один из тех людей которые в команде академии которые в команде криптоманьяков занимаются преподаванием занимаются различными операциями связанными с развитием академии с торгами на криптовалютах поэтому у вас у всех будет возможность и с ним познакомиться более подробно и с другими нашими профессионалами мы только в рынок пришли только начинаем и наша задача помимо ну естественно как у всех заработка денег наша задача просветить людей научить людей в этом рынке лучше себя чувствовать лучше ориентироваться и зарабатывать вместе с нами так что не прощаемся говорю вам только здравствуйте и до новых встреч до новых обучений обязательно с вами увидимся все всего доброго хорошего вечера молодцы те кто вытерпели до конца все до связи до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...